Сегодня начинается двухдневный визит главы белорусского государства в Италию и Ватикан. Запланированы переговоры Александра Лугашенко с президентом Итальянской республики Серджио Моторелло. Предполагается, что на встрече рассмотрят двусторонние контакты с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, развитие кооперационных связей. Особое внимание формированию полноценной нормативной базы. Во время визита в Ватикан состоится встреча с папой римским Франциском. На ней обсудят дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с римско-католической церковью. Перспективное направление белорусско-чешского сотрудничества с акцентом на экономику обсудили в Минске глава МИД Беларуси Владимир Макей и министр промышленности и торговли Чехии Ян Младок. В рамках заседания комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству подписан ряд двусторонних документов, в частности, меморандум в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия. Стороны определили новое направление в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского и лесного хозяйства. Следующее заседание комиссии пройдёт через год в Праге. Сегодня день прославления одной из главных православных святынь – иконы Божией Матери Жировической. Образ входит в список ста самых прославляемых в мире. Его посчитают православные и греко-католики. Икона считается чудодейственной. По легенде, нерукотворный образ являлся людям дважды, впервые в конце XV века в виде камня на обычном грушевом дереве. В честь святой находки местный помещик возвёл храм. Когда деревянная церковь сгорела, икона явилась вторично. После этого возвели каменный храм, а чудо-волон разместили в его алтарной части.